Нарезаю орешки, порежу более крупными кусочками, так будет вкуснее. А еще добавлю в кекс сушеные абрикосы, можно добавить сушеную клюкву, вишню, ананасы, в общем, все, что вы любите. Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Австрии и готовим австрийский кекс Гугельхуп. Готовят его с сухофруктами и очень он похож на наш пасхальный кулич, только тесто готовится без дрожжей. Рецепт под видео, а мы продолжаем готовить. Сейчас я отделю белки от желтков и поставлю белки взбивать. Белки у меня здесь в чаше, ставлю взбивать на миксер. Ставлю сразу на большие обороты, белки надо взбить до устойчивых пиков. Пока белки будут взбиваться, приготовим основу для теста. Миксер взбивает белки, а я соединяю желтки и мягкое сливочное масло. Теперь добавляю сахарную пудру. У меня 150 грамм. Если любите более сладкий кекс, то можно пудры добавить побольше. Получается однородная масса. Теперь добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара и пол чайной ложки цедры лимона. Натираю, как всегда, только желтую кожицу. И всю массу надо хорошо перемешать. Муку, конечно, просеяла. И добавляю разрыхлитель. Перемешиваю и высыпаю в миску. Добавляю молоко. Теперь надо все хорошо перемешать. Ну что, белки взбились. Вот так, отлично. Вот сразу, в принципе, сюда перекладываю. Теперь я буду добавлять белки частями и перемешивать потихонечку, чтобы не нарушать воздушность. Тесто пока еще плотное, но когда оно перемешается, все будет гладкое, эластичное. Вот так потихонечку и вмешиваем. Вообще, этот кекс Гугельхуб очень любил император Франц Иосиф. Каждый день на завтрак съедал себе, съедал по кусочку такого кекса на завтрак с чашечкой кофе. Мне кажется, что это, конечно, будет очень вкусно. Но сухофрукты и такое вкусное сладкое тесто. Как может быть невкусно? Почему бы и нам за чашечкой чая с утра не скушать кусочек такого замечательного кекса? Ну вот, посмотрите, я перемешала. Масса получилась однородная. Довольно густое тесто. Но перемешивается не так уж и сложно. Теперь добавляем сюда сухофрукты. У меня это изюм. Вообще, в принципе, если хотите, изюм можно замачивать в роме. Австрийцы тоже так делают. Добавляю курагу и орешки. И теперь это тоже все нужно хорошо перемешать. Ну что, теперь форма. У меня вот такая форма для кекса. Смажу ее обязательно сливочным маслом. Вот совсем немножко. Несмотря на то, что в тесте есть сливочное масло, все равно форму маслом тоже смазываем. Форма готова. Теперь сюда перекладываю тесто. Вообще, гугл хупф – это слово с немецкого происхождения. И означает «мяч». Скорее всего, из-за его круглой формы. А еще были времена. Была такая очень интересная традиция. На свадьбе подружки и невесты вместо шляпки, как головной убор, одевали этот кекс себе на голову. Представляете, вот эту вот красоту. Одеть себе на голову. Ставили свечи. И вот пока свечи горели, подружки и невесты должны были весело танцевать. Вот такие вот были забавы. Я себе, честно говоря, это представить не могу, чтобы я танцевала с кексом на голове. Как вам такая идея или развлечение? Напишите, пожалуйста, друзья, что вы об этом думаете. Так, ну что. Все. Тесто у меня на месте. Немножко выравниваю и отправляю в разогретую духовку. 180 или 200 градусов. Ориентируйтесь по своей духовке сами. Все духовки работают немножко по-разному. Время выпечки примерно 40-50 минут. Друзья, посмотрите, какая красота. Румяный, ой, такой аромат. Прям настоящий праздничный. Очень вкусно пахнет. Готовность можно проверить. Вот такой деревянной шпажкой. Вот она сухая, значит, пропекся. У меня в духовке он стоял 40 минут при температуре 180 градусов. Теперь ему немножко надо остыть и будем его вытаскивать. Друзья, давайте уже скорее попробуем кекс. Как он получился. Аромат, конечно, замечательный. Посмотрите, какой он мягкий. Тесто шикарное. Очень. Мне кажется, что это очень вкусно. Конечно, вкусно. Бесподобно. Это восхитительно. Друзья, рекомендую. Даже не то, что рекомендую, а настаиваю. Обязательно приготовьте этот кекс. Очень-очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь видео со своими друзьями. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу. И приятного вам аппетита. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...